МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витает служба информации телерадио компании Гомель. Студа и працуе Светлана Князева. Глядите в этом выпуске. Сегодня президент Беларуси назначил нового вице-премьера этой посады в Аураде за имя Владимир Дворник. Диалог с Уладой Юрий Шулейко провел прямую линию и прием граждан в Мазирском райвыконкаме. Пасевная кампания набирает обороты. Четыре района Гомельской области завершили сяубу ранних яровых. 45 вакансий в Будовничея Галинне. Сегодня в Гомеле прошел черговый день предприятия. А сейчас об этом и другим больше подробно. Сегодня президент Беларуси назначил нового вице-премьера этой посады в Аураде за имя Владимир Дворник. До этого дня он был старшиней Гомельска-Габлова-Канкама. Зрешты и на высокой посаде за керавником застанется кураторство над Гомельщиной в первую очередь в кадровых пытаниях. На это звернул увагу президент. В целом Александр Лукашенко охарактеризовал Владимира Дворника как опытного керавника, который прошел добрую школу. И он был губернатором, да уже из всех своих теперешних коллег. Эту посаду занимался с 2010 года. И вся карьера связана именно с Гомельской областью. Вучился только в Витебску, в ветеринарном институте. Працавал трактористом в родном Речицком районе. Головным ветурачом Колгаса-Усход. Намесником старшиней господарки Дружба керавал с Саугасом-комбинатом Зара. В 2009-м узначали у Мазырске райвы-Канкам. Откуль литеральный праздгод и поднялся у губернаторский кабинет. Генерал-майор Запасу и заслуженный работник сельской господарки. Владимир Дворник керавал в областью амаль восемь с половой годов. Настал час Руха Цадалей. Я придерживаюсь той мысли, что Владимир Дворник достаточно опытный человек. Прошел хорошую школу не только областного уровня, что очень важно для любого, кто идет работать в правительство, тем более одним из руководителей правительства. Но вы прошли хорошую школу сельского хозяйства. Как я вчера вам сказал, и шишки набивали там, и падали, и поднимались. Все у вас было, а это неоценимый опыт, который пригодится на работе вице-премьером правительства. Поэтому я еще раз подтверждаю свое намерение назначить вас вице-премьером нашего правительства, который будет курировать сельское хозяйство, природные ресурсы, охрану окружающей среды, лес тоже у вас. То есть то, с чем вы постоянно сталкивались в своей работе. Уся карьера у Владимира Дворника так-то иначе связана с працей на земле, разведцем региона. Дарыша Гомельская в область – по площади самая великая Украина. Территория пригодна, как у Нидерландов. При этом в регионе больше за 200 промысловых предприемств. Вогуля от керовников на местах саправды многое залежит. Гэта пятая частка всей краины с насельством амаль полтора миллиона человек. И вядома непростая земля – потерпелые от Шарнобыля, але якие сдолили адрадзить. Вы знаете, мое отношение к гомельчанам и Гомельской области, оно всегда было не просто уважительное. Я с большой любовью отношусь к гомельским людям, потому что в свое время и пострадали они прилично. И выкарабкались мы вместе из этой беды. Гомельская область уже не та, что была, хотя не без проблем, это естественно. Я думаю, что мы найдем достойную замену вместе с вами на должность губернатора Гомельской области. Я вас просил вчера в разговоре по телефону, чтобы вы пригласили к себе своего первого заместителя по работе в Гомеле и помощника президента, и чтобы они вдвоем запрягались и работали в Гомельской области, пока не будет официально решен вопрос по губернатору. Я полагаю, что вы с ними встретились, переговорили, ну и вы же не на луне будете. Я позавчера вам сказал на совещании, что даже при назначении вице-премьера, хоть вы будете ответственны, может быть, в другой какой-то области, все равно Гомельщина до конца года за вами остается в кадровом отношении, чтобы вы могли помочь войти в курс дела, войти в курс дела новому губернатору, новым людям, которые придут вам на смену, чтобы они имели возможность задать вопросы, проконсультироваться у вас по тем или иным вопросам, ну и двигаться вперед. Вот я ничего не скрываю и приглашаю вас в правительство как хорошего специалиста, который разбирается в тех проблемах, которые вам придется решать. Сейчас у ЖОВАУ-РАДИО Владимиру Дворнику нужно будет активно включаться в работу по выполнению заручения президента. У тем леку и тех, что прогучали на титни по час нарады по развитию регионов. Главное – это парадок и дисциплина, а на земле – поддерживание всех технологий. Сейчас для агрария как раз напряженная пора поселной кампании. Протягиваем выпуск. Мониторных выполнений от доручения у керовника державы, промая телефонная линия и особистый прием граждан. Сегодняшний день помощник президента Республики Беларусь, инспектор Пагомельской области Юрий Шулейко провел у Мазыры. За ходом рабочей поездки сочил Олег Сентюров. Отделение Беларусьбанка по улице Пролетарского Мазыры было закрыто в листопаде минулого года. Проведенная оптимизация отломачивалась тем фактом, что утромить будинок огольной площадью омалью тысячи квадратных метров оказалось вельми затратным. А причем непосредственно центра работы с населением тут находились так само розная банковская служба и отделы. Разом с этим закрытие отделения погоршила якость жития омалью 6 тысяч человек. Ситуация тем больше потребовала вмешательства, что значная часть, скажем, хором микрорайона, люди стали гаузросту. Усяхов, по часу Великой Размовы с президентом, я не поведомлю об своей проблеме к керевнику державы. Усяхов, по часу Великой Размовы с президентом, от Жахаров-Гомельской области поступило 139 зворотов. Переважная большинство огоченных проблем уже вырошено. На контроле застается 17 испытаний. Снимается с контролем и просьба об обновлении работы отделения Белоруссбанка у Мазары. Зараз это будинок належит приватному предприниманнику, по домовленности, за яким банк арендует особное помешкание. После завершения ремонта тут снова пошнуть принимать наведовальников. Зараз это повинно не позднее 1-го липеня. Срок определен, то есть это второй квартал, до 1-го июля отделение будет работать. Отделение с двумя универсальными рабочими местами и одним бизнес-рабочим местом. А также будет стоять инфокеоск с функцией приема наличных денежных средств. Наступный пункт у программы рабочей поездки Юрия Шулейки про мая линия у Мазарским райваконками. На протягу годины поступило 13 звонков. Тема така от скаргов на повышенную великотность у квартиры и не задаваляющий стан дорог, да просьбы поплывать на дачку, яка я веде асоциальный лад життя. Да некого уже завтра выйдут специалисты. У некоторых выпадках огоченные проблемы выращаются одразу. Иншая справа, что дать становчие отказы на все просьбы немогчимы, отнести их до першечарговых нелька, а для выращения потребны ведьмезначные сродки. Той же можно сказать и об выниках особистых приемов грамотян. Больше 20 человек кажутся самым наболелым. Разработкование, незгоды с судовым вращением, земельные споряжки с соседями. После завершения приема помощник президента, инспектор Пагоминской области Юрий Шулейка значит, у регионе створена достатково эффективная система работы со зворотами грамотян. Во усиллякнем разе скаргов относительства становится меньше. Иншая справа, что за мест выращенных возникают новые проблемы. Это молодые семьи, как воспользоваться и материнским капиталом, как сегодня строить свое жилье, как получать в дальнейшем кредиты. В основном, это тематика ЖКХ, домовладение, сети, это узаканивание некоторых спорных давно вопросов, которые характерны абсолютно всем регионам. И поэтому, в основном, жизненные все ситуации, которые шли на большой разговор к президенту. Олег Сентяров, Евгений Макеенко, телерадио-компания «Гомель» с Мазыром. Четыре района Гомельской области завершились обо ранних яровых сбожжевых и зернебобовых культур. С этой работой справились аграры Мазырского, Ельского, Лельчицкого и Петриковского районов. Наближаются до финишу в Гомельском, Лоевском и Ходницком районах. Остатняя частка районов передолела экватору, в этом на керунку. В Комитете по сельской господарции «Харчевание» облаканкамы означают, что в минулом году до яровой сяубы приступили только 19-го красавика. Все лета до этой даты плануется завершить сяубу ранних сбожжевых и зернебобовых. Наступным этапом пассивной кампании станет сяуба инших культур, например, кукурузы. Министр внутренних справ Беларуси Игорь Шуневич наведал сёння сельгаз-предприемства «Хутер Агра». На его базе идея реализация программы по ресоциализации былых зняволенных. Министр ознайомился с экономичным становищем господарки и планами развития. Наведал молочно-товарные фермы, живелагодовший комплекс, а так само имшие объекты. С подробностями Евгения Кухаронак. Подведомственное предприемство «Хутер Агра» развивается упевненными темпами. У минулого года тут выручили 5 млн 297 тыс. рублёв. Прикладно такого ж показчику плануюсь досягнуть и сёлита. При этом повелившись по голове буйна рахатого скота на пау тысячи, овечек у троя и поширить пасеку у некольки разов. Реализация этих планов повинна вывести господарку на становчую рентабельность продажа. Мы, в общем-то, сохранили темпы своего развития очень серьёзные, которые планировали, в том числе по развитию производства, по привлечению сюда спецконтингента для работы и так далее. Хозяйство развивается динамично. Планы на ближайшие 2-3 года вполне себе такие достойные, серьёзные. Много работы предстоит. И мы надеемся на то, что мы уверены даже в том, что мы сработаем с хорошим эффектом экономическим в этом следующем году однозначно. Улику первых в регионе на ахутор агра начались обу кукурузы. Под эту культуру тут отведено полторы тысячи гектаров. Засеять их планыю с 10 мая. У сего на балансе предприемства больше за 3600 гектаров сельскохосподарчих угодзев. Третье отведено под сенажатие паши. Усю для добрых показчиков по надуях. За два месяца мы, если в процентном соотношении, галовая производство у нас 107%, производство молока. А реализация 111%. В объем сегодня среднесуточный перевес по хозяйству 690 грамм. На предприемстве сегодня занято 150 працонных. С их коля 80 грамм, которые проходят лечение светлогорским працонным профилакторией. А так само 7 былых осудженных. Нарушение працонной дисциплины тут не означается. На дворот есть приклады, когда после прохождения лечение у ЛПП люди застаются далее працовать. Ветеринар предприемства Сергей Ивончик родом из Минской области. За неодноразовое находление на працонном месте в стане алкогольного опьянения трапил у Витебской лечебной працонной профилакторией. По мытовым накеровании его перевели у аналогичную светлогорскую установу. Господарцы «Хутор Агра» в остро потребовался ветеринар. Работал тоже в колхозе, в своем колхозе работал. Готоврачом работал, и заведующим фермы работал, и ассиминатором. Ну, как бы специально свою я так и не бросал. Я вот 30 годов общей сложности. С Витебска перевели сюда. И я уже вот 8 месяцев нахожусь здесь. Условия хорошие. Все зарплата устраивает нормально водопланы. Поколь новые подобные вытворчести, у Министерства внутренних справств рать не избираются. Для начала необходимо еще наладить ритм отпрацовать несколько сезонов, да и в уголе высветлить, типа требуются такие сельгазпредприемства и иншим подразделениям. Однако практику по працевладкованию так званого спецконтингенту в сфере сельской господарцы переняли многие. Реализация подобных проектов ведется и в инших регионах краины. Евгения Кухаронак, телерадио-компания «Гомель» со Светлогорского района. 45 вакансий заработной платой от 500 рублей. Сегодня в Управлении по праце занятостей социальной обороны Гомельского Гарвы-Канкама прошел День предприемства. Наймальник на этот раз был один. Открытое акционерное товариство «Гомель-жалезо-бетон». Подробязностью в сюжете Марины Джалой. Предприемство за разнорошивые объемы вытворчасти возникло необходностью по величине штату. Прозуправление по праце занятостей социальной обороны Гарвы-Канкама вырешить такое питание на шмат простей. С початку года товариство уже третий раз набирало сопрацовников с допомогой этой службы. Так, на этот раз пропонову прийти на День предприемства отримали около 300 суискальников. Предприемству потребуются люди на рабочие специальности, а так само инженерно-техничный персонал. Заработная плата для новых работников будет подшинаться от 500 рублёв, а ли можно заработать и тысячу. Середняя новотворчность складает 750 рублёв. Далее же уладковаться сюда можно и безотповедной квалификации. На улучшение махчимо пройти на предприемстве. Опыт работы желателен, но если нет, мы готовы обучить, переквалифицировать, либо чтобы человек получил профессию. Также на предприятии людям обеспечивается полный соцпакет, спецодежда, обувь, горячее питание 30% датируется за счёт предприятия, не менее трёх раз в год выплачивается материальная помощь. Дні предприемства – добрый способ знайсти працу для тех, кто имеет это потребу. Погутерить напрямую с представниками предприемства, сразу задать усе хвалюющее питание, предоставить необходимые документы. Это диалог, который частей за всё приносит худкий выник. Сегодняшнее мероприятие, оно уже становится у нас как бы такими традиционными. Эти мероприятия – это встреча с кадровыми службами, как я сказала уже, гомер-железобетона. То есть соискатели различных профессий, которые они могут здесь напрямую встретиться с нанимателем, узнать вообще, что это предприятие, что оно себе представляет, и с первых уст услышать об этом, какие требования к соискателям предъявляются, показать себя, скажем так, прорекламировать себя. И если случится всё хорошо, то есть наниматель подберёт себе нужное количество кадров, а люди найдут работу. То есть, в принципе, то, для чего мы сегодня проводим мероприятия. Что до специальностей, у которых наибольшего стра мая потребу рынок працы, то это медицинская, будовничая профессия. Отчувается недохоб бухгалтеров и инженеров. У всего в банку вакансии Гомеля коля трех тысяч заявок. Марина Джалая, Валерий Гопанько, Телера, Деокомпания Гомель. Начальник отдела будовництва Гомельского гарва Канкама Вольга Смалько откажет на пытание горожан. Сустреться с её можно будет у Сираду, 10-го красавика, у громадской приёмной областной организации «Белая Русь». Она находится у будинку по улице Ланге, 17, кабинет 305. Приём пройдет с 16 до 17 годин. Необходный попередний запись. Комитет Гомель облмайомость выставил на аукцион жилые домы в Жлобинском, Лоевском и Речицком районах. Торги отбудутся 11-го и 18-го красавика. Початковый кошт объекта у нерухомости от 4 до 50 с половой тысяч рублей. Про усе подробязности можно доведаться на официйном сайте Комитета Гомель облмайомость у разделе «Нерухомая майомость». Выбираем студотрат. Сегодня у колледжа филиала Белорусского державного университета транспорта прошла молодежная республиканская акция. Аналогичная её и проходит зараз во всех установах адукации Беларуси. Мета-акции – популяризация студотратовского руху. Усе жадающие могут прийти на такие вот импровизованные пикеты, а активисты БРСМ пропонуть тем, кто планует працаулатковаться под шасс летних каникулов, заполнить анкету. Когда у нас есть уже какие-то рабочие места на руках, то есть известно, где ребята могут подработать периоды, сроки, объемы работы, мы уже тогда проводим собеседование, проводим отборы, и ребята приходят, согласовываются и устраиваются на работу. На сегодня уже умается каля 500 заявок об летних вакансиях на территории Гомеля. А те, кто заполнял анкеты под шасс акции, отправятся у Липени-Жнивни працавать у Московскую в область. Это будет сельско-господарший отрат, який працует там что год. И он будет складаться с полнолетних навученцев колледжа. Летость крыху больше, как за месяц, кожный студотрадовец зарабил каля тысячи рублей. А это и другие новины вы можете узнать на нашем сайте, у интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Спасибо за увагу и до встречи в эфире. Эфир телеканала «Белару-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. По-настоящему жаркими для спасателей выдались вчерашние сутки. В Гомельской области зарегистрированы 9 пожаров, на которых погибло 3 человека, травмировано 2 человека, спасен 1 человек, уничтожено 9 и повреждено 5 строений. На оказание технической помощи спасатели выезжали 8 раз. Также зарегистрировано 4 пожара травы и кустарника на площади свыше 60 гектаров и 1 торфяной пожар. 3 апреля в 11-м часу утра в Мозоре на улице Пролетарской загорелся деревянный трехквартирный жилой дом. К моменту возникновения пожара в доме находились 4 человека. Пожилая семейная пара из одной квартиры выбралась самостоятельно до прибытия спасателей. Мужчина 56-го года рождения из соседней квартиры получил сильнейшие ожоги практически всего тела и был госпитализирован, а вот его мать, 90-летняя хозяйка жилья, погибла в огне. Причины трагедии устанавливаются. По предварительным версиям, это либо неосторожное обращение с огнем, либо неправильная эксплуатация печного отопления. Проверку проводит следственно-оперативная группа. Спасатели Гомельского городского подразделения МЧС выезжали вчера днем по сообщению о заднаблении подъезда в многоквартирном жилом доме по улице Черниговская. По прибытию к месту вызова из однокомнатной квартиры, расположенной на восьмом этаже, шел дым. При проведении разведки звеном газодымозащитной службы на кровати в горячей комнате был обнаружен хозяин квартиры 1956-го года рождения. Спасатели передали мужчину работникам скорой медицинской помощи. После осмотра с диагнозом отравления продуктами горений и ожог ног его госпитализировали. В результате пожара огнем повреждены постельные принадлежности, а также пол и напольное покрытие в жилой комнате. Причина пожара устанавливается. А вот несколькими часами ранее в Гомеле работники МЧС спасли женщину, которую сбил внедорожник. При следовании на пожар жилого дома бойцы МЧС стали очевидцами дорожно-транспортного происшествия по улице Советской. К месту пожара сразу же была перенаправлена техника МЧС из других близлежащих частей, а спасатели этого подразделения сделали вынужденную остановку для оказания первой медицинской помощи пострадавшей девушки, лежавшей прямо посреди проезжей части. В городе Гомеле на улице Советской со стороны улицы МЧС в направлении улицы Ефремова на пешеходном переходе был совершен наезд на девушку, которая переходила дорогу по регулированному пешеходному переходу предварительно на зеленый салон светофора. С травмами девушка была доставлена в больницу. По данному факту проводится проверка. По предварительным данным в результате столкновения девушка получила черепно-мозговую травму. Также медики диагностировали ушиб левого локтя и колена. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4» Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Баскетбольный клуб «Гомель-Сож» поборется за седьмое место женского чемпионата Беларуси. Наши баскетболистки накануне уступили и во втором матче утешительного турнира Брестской виктории. Соперником «Сожа» в серии за седьмую позицию чемпионата будет столичный «Горизонт-2». Первый поединок команды проведут в Минске 7 апреля. Ответный пройдет в Гомеле 14 апреля. В Гомеле и Речице параллельно проходят очередные туры славянской баскетбольной лиги. В областном центре состязаются девушки, в райцентре – юноши. Участие принимает команда из Беларуси, России и Болгарии. Возраст спортсменов – 13-14 лет. Нынешний сезон – 15-й в истории славянской баскетбольной лиги. За это время в состязаниях приняли участие дружины почти из десятка стран. Четвертый этап соревнований завершает предварительную часть. Впереди решающие финальные игры. Время такое у детей, когда они уже подходят к старшему возрасту. И помимо опыта уже должен быть результат. Это, естественно, все команды приехали, я думаю, и не только за опытом, но и за результатом. В областном центре соревнуются команды из Гомеля, Бориса, Васкиделя, российских Санкт-Петербурга, Тулы, Московской области и Болгарского Бургаса. Кстати, для баскетболисток Гомельского областного центра Олимпийского резерва по игровым видам спорта, концовка нынешней недели будет непростой. Параллельно со Славянской баскетбольной лигой 5 и 6 апреля девушки будут проводить матчи детско-юношеской баскетбольной лиги. Там также настает пора решающих поединков. Гомельчане выиграли награды открытых республиканских соревнований по прыжкам на батуте памяти заслуженного тренера Беларуси Валерия Вагеля. Состязания проходили в Витебске. Денис Волынцев, выступая по программе мастеров спорта, занял третье место в индивидуальных прыжках. Виктория Галузина и Антон Казакевич выиграли серебряные награды. Спортсмены выступали в индивидуальных прыжках по программе кандидатов в мастера спорта. Удачно сложился для представителей нашего региона второй день чемпионата страны по боксу. Турнир, напомню, проходит в Гомеле. В следующий раунд пробились Юлия Апанасович, Галина Бруевич, Анастасия Бушенкова, Алина Вебер, братья Рамил и Эмил Алиевы. Оксана Закревская, Андрей Мельников и Артем Трубенев своим соперникам уступили. Сегодня предварительные поединки продолжились. Завтра полуфиналы. Начало в 15.00. Поединки чемпионата Беларуси по боксу проходят во дворце игровых видов спорта. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4. Продолжение следует...